Первое послание апостола Петра, глава 1, стихи 3, 5. Исходя из этого места Писания, то, что здесь говорится, не было известно прежним поколениям христиан, не было известно и апостолам. Им было только известно, что нечто очень увлекательное, великое откроется в преддверии последних дней. Это будет такое нетленное наследство, которое буквально должно будет что-то произвести в церкви. И я хочу обратить наше внимание на то, для какой цели Бог возродил нас воскресением Своего Сына. И если эта цель каким-либо образом будет искажена или извращена, то серебро спасения, выраженное в возрождении и воскресении Иисуса Христа, которое мы получили даром по благодати, как залог, оно не сможет быть пущено в оборот. Потому что, чтобы пустить в оборот, нужно точно знать цель, куда пускать предприятие, куда вы вкладываете это. Здесь представлено предприятие, в которое мы должны вложить, и этим предприятием является наследство нетленное, чистое, неувядаемое, которое хранится на небесах для детей Божиих, которое готово открыться только к последнему времени, и то через веру спасаемых. То есть, если они не получат определенной истины, чтобы она стала верой их сердца, они ничего не могут сделать, они не смогут принять этого наследия. Иногда я спрашиваю у людей, с которыми я вырос, я говорю, как насчет истины, откровений? Они говорят, мы как стояли вот тогда, вот в том, что мы получили, так в этом и стоим. То есть, это печально, потому что наследие Божие или истина, которая нам дается, она не дается нам в том виде, она дается в том, чтобы она расширялась. И если человек не расширяется в познании Бога, в познании обетования, с ним что-то неладно, он никуда не идет. И на сегодня я вижу этих людей жалкими, потерянными, они не знают, что делать, потому что вначале они были очень духовными, надутыми сами в себе, на что-то надеялись, а теперь все ушло. Церкви сегодняшние совершенно не того формата. Они орут, кричат, куда-то бегут, а те же все время кричали от слез, плакали, прости, прости, а эти кричат, что они уже оправданы, вперед, и они потерялись. И, конечно же, истина лежит где-то между молотом и наковальней, потому что и те, которые бегут, и те, которые потерялись, это просто две крайности, две полярности, потому что ни у тех, ни у других нет подлинной цели, потому что целью, которой они все бегут, евангелизация, или упражнение даров Святого Духа, или изгнание бесов, это вообще не цель. Ведь целью является наследие. Дары Святого Духа были всегда и в Первой Церкви они были, изгнание бесов было всегда, а вот неувядаемое наследие нетленное, которое хранится на небесах, его еще никогда не было. И эмиссары мамоны представили это наследие в тленном богатстве. По церквам прошло повальная такая беда, горе. Мы должны быть богатыми. Если мы не богаты, значит у нас дух нищеты. Нужно изгнать Духа нищеты. И как изгнать? Как они делают? Так, кто даст? Был я на этом собрании, вот приехали сюда, уже недостаточно им самим. Из Африки черной приехал один. И говорит так, кто 10 тысяч даст? Кто тысячу даст? Это среди русского харизматического сообщества. Говорит, о, дух нищеты у вас, давайте будем молиться на языках, чтобы изгнать Духа нищеты. Так, кто даст? Мало, мало ему это. Будем Духа нищеты изгонять. Я присутствовал на этом служении, пришел посмотреть. И, значит, после служения мы встретились и с этим черным человеком, который вот куда-то связывал что-то. И он мне говорит, он хорошо говорит на русском языке, ну, то есть не склоняет падежи всегда. Я думаю, вы знаете его, Аделаджи из Киева. И он мне говорит, вот я слышал, что ты как-то о десятинах проповедуешь. И я говорю, и что? Как я проповедую? Неправильно? Он говорит, нет, но ты идешь на грани. А я говорю, а это на какой грани сейчас я слышал было выколачивание денег? Духа нищеты изгонять. Я думаю, что это уже за гранью. Тогда он говорит тем служителям, которых он призвал, там были все, приехали из Сеятла, отсюда, все вот харизматические. Он говорит, перед нами апостол, пророк, которого мы недооценили. Давайте мы признаем его помазание, склоним колено. Я смотрю, они растерялись эти ноги, некуда деваться. И он, значит, благословил. И когда я вышел, он сказал им, запомните одну вещь. У нас нет харизмы, харизма только у него. И если вы признаете его, то вы потеряете всех ваших членов. Вам необходимо не признавать его и говорить членам церкви, что это некое заблуждение. Потому что прыгать, скакать, орать, кричать, изгонять бесов – это не харизма. У него настоящая харизма. У него премудрость. Странно. Люди это видят. Признают, но не следуют. Отчего? Это было всегда. Вы думаете, что фарисеи и книжники не видели во Христе? Мессию, Сына Божьего. Видели, узнали. Они по Писанию знали, это Тот, Которого Израиль ожидал тысячелетиями. И вдруг Он пришел. И они были шокированы. Он был не такой, каким они Его представляли. Они представляли, что Он передаст им мировой престол и сядет на престоле Давида, как царь. А Он пришел просто как проповедник и как пророк. Да, Он был из дома Давидова. И они понимали, Он стал проповедовать о том, что служение должно перемениться, священство должно быть другим. Теперь священниками будут все. Не только колено Ливийно, а всякий человек, принявший это учение, становится царем и священником. Конечно, это их не устраивало, что будут все священниками. И что они сделали? Они оклеветали Его и распяли Его. То, что делают и сейчас. Признают, знают, но клевещут и распинают. И это наша награда, что нас распинают, говорят и поют песни о нас. Хорошо. В библейском употреблении слово «наследство» здесь написано «мы призваны к нетленному наследству» означает имение или богатство, которое наследуют дети по смерти своего отца, вследствие чего они называются наследниками. Следует обратить внимание народ, принадлежащего нам богатства, которое является нетленным, чистым и неувядаемым. В то время, как я сказал выше, все богатства, выраженные в земных ценностях, определяются Писанием как неправедные и тленные, которые, кстати, Писание предлагает инвестировать в самый прибыльный оборот, который трансформирует их в сокровища нетленные. То есть, вот как верою открыть эти сокровища, чтобы они открылись? Мы инвестируем десятинные приношения с радостью, и цель наша не ценные материальные богатства получить, а получить бесценное сокровище. Вот эту цель преследовать. Ведь когда мы что-то делаем, мы преследуем цель. Если мы преследуем цель, чем больше дашь, тем больше получишь, в материальном смысле, то люди преследуют это, и во всех церквах это проповедуется, материальное. Когда люди чтят Бога десятинами, им говорят, чем больше дашь, тем больше получишь. А здесь апостол Петр предлагает, чтобы мы, когда чтили Бога, чтобы мы преследовали цель получения нетленного богатства, которое до сели было сокрыто. Представьте себе, когда вы уезжаете в другую страну, въехав в которую вы уже никогда не сможете возвратиться назад, и из которой вы никогда не сможете востребовать даже нитки из принадлежащих вам богатств в оставленной вами стране. Однако у вас есть возможность, прежде чем переправиться на свое постоянное место жительства в другую страну, перевести все свои средства в валюту той страны, куда вы направляетесь, и поместить ее в банк этой страны на свое собственное имя. И вот эта страна, и вот этот банк. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моли ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапываются и не крадут. Вот Матфея 6, 19, 20. Когда мы чтим Бога десятинами и приношениями, тленные деньги, которые мы представляем Богу как десятину, как часть заработанной нами зарплаты, это было наше потраченное время и наша энергия. Это была часть нашей жизни. Поймите, десятина – это не просто деньги, это часть нашей жизни. Мы затратили на нее энергию, мы работали. И мы помещаем эту энергию, эту часть нашу для чего? Для того, чтобы что-то от Бога получить. Что? Нетленное богатство. И таким образом мы помещаем в небесный банк. Бог не сказал «переведите все». Он сказал «десятую часть отдайте, и я из этой десятой части сделаю вас самыми знаменитыми на новом небе и на новой земле». Никто не будет равняться с вами. Потому что чем больше у вас денег, тем славнее вы и тем больше у вас возможностей на этой земле. Чем больше у вас будет в небесном банке, на новом небе, на новой земле, тем больше вы будете знаменитее в вечности. Я знаю, что Бог каким-то образом это делает. Он переводит вечную валюту. И уже сейчас дает нам возможность частью воспользоваться здесь на земле этой валютой, выраженной в нетленном богатстве, которое называется обетованием, относящимся к преддверию нашей надежды, усыновлением нашего тела, искуплением Христовым в измерении времени. Это и есть то нетленное наследие, то самое великое богатство, которое будет являться гарантией на наше восхищение и встречу со Христом, когда Он придет прославиться во святых своих. Мы сейчас будем чтить Господа десятинами и приношениями и будем петь песню «Пред лицом Твоим Спаситель». Встанем, пожалуйста. Это обычно тот момент, когда у нас появляется возможность почтить Господа тем, что мы выражаем пред Ним свою любовь, преддаем над собой Его власть и ищем нетленное богатство. Нетленное богатство также состоит в том, что через это нетленное богатство мы познаем своего Небесного Отца. Он дает нам познание о Себе. Это очень важная часть. Да благословит нас Господь «Пред лицом Твоим Спаситель». «Пред лицом Твоим Спаситель» «Пред лицом Твоим Спаситель» «Я хочу ходить всегда» «Чудный мой руководитель» «Не оставь ты никогда» «Пред лицом Твоим Спаситель» 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 нанесите а он стоял а не Лицом Твоих, Спаситель, дай мне вечно пребывать. Совершенствие Твоя волна постоянно исполняй. Счастье знать Тебя душою, славить радость на Тебя. Небо Сам Ты мне откроешь и возьмешь меня туда. Пред лицом Твоих, Спаситель, дай мне вечно пребывать. Совершенствие Твоя волна постоянно исполняй. Пред лицом Твоих, Спаситель, дай мне вечно пребывать. Совершенствие Твоя волна постоянно исполняй. Всякий раз, когда Израиль чтил Господа десятинами и приношениями, он обязан был по предписанию Моисея, который тот получил от Господа по откровению, возлагать свои руки на свои приношения и исповедать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и молитесь вместе со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я отделил десятину от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. И ныне я молю Тебя, прямо сейчас да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое да избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Да благословит вас Господь. Можете садиться. Можете садиться.